Друзья, всем привет! В этом видео я покажу весь процесс монтажа на смартфоне, от выбора подходящих кадров до цветокоррекции и получения готового ролика. И если тебе сильно интересна такая тема, не поленись поставить лайк этому видео, чтобы оно лучше продвигалось алгоритмами YouTube, у нас было больше просмотров и у меня было больше мотивации снимать и дальше такие крутые видосы. Монтировать буду в приложении KineMaster, которое доступно как для iOS, так и для Android. Оно недавно обновилось и добавились самые необходимые фичи, которых мне лично раньше не хватало. Это возможность применять луты не на 100%, как раньше, а с той интенсивностью, как мне хочется. Добавили новые ползунки цветокоррекции, а также их можно применять сразу на все клипы в ролике, а не на каждый по отдельности, как ранее. KineMaster в полной версии со всеми возможностями можно попробовать бесплатно на 7 дней, а затем оформить месячную или годовую подписку со скидкой. Ссылки на iOS и Android версии в описании. Итак, первое, что нам нужно сделать, это создать проект. Жмем на эту большую кнопку и у нас выбор из широкоэкранного 16 к 9, вертикального 9 к 16 и для Инстаграма 1 к 1. У меня все видео 16 к 9, поэтому выбираем именно этот пункт. Далее советую все материалы, которые вы собираетесь использовать, по максимуму собрать в одну папку. У меня, например, эта папка называется Киевское море. И первый кадр, который я хочу использовать, это с дрона, хотя все остальное у меня снято на телефон. И здесь, собственно говоря, заявочный кадр, там где появляется, собственно говоря, у нас какой-то надпись, небо и все остальное. Я знаю, что здесь у меня есть такой кадр, там где я перехожу с воды на небо. Ищем, ищем. Просто перетягиваем по таймлайну. Вот он. Начинаем где-то с воды, вот отсюда. Жмем на слой, ножницы и обрезать слева отточкой. Обрезали. Поехали дальше, смотрим. Поднимается камера. Оп. Где-то вот здесь, может быть, еще чуть-чуть протянем. Вот так. Опять жмем на слой, ножницы и обрезать уже справа. Готово. Итак, получился вот такой вот ролик. Где-то вот в этот момент хочу вставить текст. Нажмем на слой, текст, пишем family day, растягиваем где-то так и меняем шрифт. Хочу жирный шрифт, но, наверное, какой-то italic. Вот такой как раз. Есть. Смотрим. Ну, вот он появился. В принципе, неплохо. Я бы все-таки сделал бы с каким-то эффектом появления, чтобы он как-то выплыл слева, там, справа. Нажимаем на текст. Вот это у нас эффекты. И хочу какой-то... Ну, вот так только быстрее. Хотя здесь плавно, в принципе. Можно вот так сделать. Ну-ка, проверяем. По-моему, неплохо. Добавляем следующий кусок видео. И там уже должны появиться, собственно говоря, мы. Да, главные какие-то герои кадра. Я тоже хочу вставить кадры с дрона, ну, с большой высоты. То есть у нас была совсем большая высота на уровне неба. Теперь какой-то средний кадр. И потом уже мы покажем крупно. И нам, в любом случае, все, что мы монтируем, нам нужно монтировать под музыку. И уже на этом этапе нам нужно выбрать соответствующий трек, чтобы под него, под бит, под, собственно, музыку, можно было нарезать кадры. Жмем на иконку аудио. Жмем на иконку магазин. И, собственно, здесь у нас есть куча треков, которые можно выбирать. Вот эти треки, которые написаны, установленные, это то, что я уже закачивал. Они уже есть в моей библиотеке. Соответственно, идем обратно. Мне нравится вот этот трек. Жмем плюсик. И, собственно, он у нас появляется на таймлайне. Мы его должны перетянуть в самое начало. Оп, перетянули. Посмотрите, на втором бите, я не знаю, или втором такте, я не музыкант, поэтому объясняю, как понимаю. Вот есть первый бит. И вот на втором должна вылетать надпись. Она должна вылететь очень быстро, поэтому мы заходим в анимацию и уменьшаем на очень вот так вот прям. Чик. Нам нужно подвинуть немножечко вперед. Мне так кажется, вот сюда. Ну-ка, смотрим. Рано. Где-то вот так. Вот уже на следующий вот этот ты-ты-ты-ты-ты-т, уже нужно, чтобы закончилось. Я думаю, стоит уменьшить все-таки первый этот кусочек видео, так, чтобы в него поместилось ровно два бита. Отрежем начальную часть, которая не сильно интересна, вот где-то вот сюда. И отрезаем слева. Вот, и где-то вот здесь мы режем справа. И заодно текст мы тоже должны обрезать справа. Оп, все. Итак, у нас закончилось это на вот этом бите. Теперь мы ищем кадр, где появляемся, собственно говоря, мы с семьей. Я предлагаю вставить вот этот кадр, мне нравится. Немножечко раньше обрезать. Где-то вот. Так. Обрезаем справа. А здесь, ну, оставим вот отсюда. Теперь посмотрим, как это под трек, собственно говоря, будет выглядеть. Мы уже можем увеличить таймлайн, чтобы нам было удобнее работать. И вот это подрезаем. Подрезаем, 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 подрезаем. Я думаю, где-то вот так. Это уже слишком коротко. Поэтому мы должны вытянуть. И обрез по-другому. Проверим. И вставляем следующий кусочек этого же видео на дороге, там, где мы идем. Вот начало движения, мне нравится. Обрезаем слева. И проверяем, где нам справа. Немножко рановато, да? Нужно вот здесь добавить справа еще чуть-чуть. Оп, и растянули. Проверяем. Обрезаем справа. Вот смотрите, уже вставив всего-навсего три кусочка видео, у нас получилось вот так. И вот теперь я хочу уже показать, собственно говоря, что мы там делали. Потому что зрителю очень интересно, почему, в чем смысл нашего Family Day, из чего он состоял, да? Мы поехали на Киевское море или на Киевское водохранилище, да? И что мы там делали? У нас был пикник. Мы пили чаечек. Соответственно, мне нужно показать какой-то заявочный кадр, там, где мы пьем чаечка сначала общий план, и затем более какой-то крупненький. Чтобы сразу задать настроение, собственно, видео, я выбираю вот такой вот веселый кадр, там, где, собственно говоря, видны все мы трое. Обрезаем справа. И следующий кадр, как мы наливаем в термос, да? Вот этот вот кадр. И вот этот кадр, если не ошибаюсь, у меня был снят в 60 кг в секунду, соответственно, его можно замедлить. Как мы это делаем? Мы нажимаем на ролик. После этого здесь значочек времени. Или же можно сделать вот такое вот отображение. Тогда, собственно говоря, мы видим управление скоростью. Оп. И замедляем его, например, в два раза. Вот на 0,5. И мы сразу видим, как на таймлайне длина этого видео увеличилась. И выбираем, собственно, кусочек, который я хочу, наверное, с самого начала. Да. Ну-ка, смотрим. Где-то здесь делаем кат. И следующий кусочек. Показываем, как этот чай, собственно, мы пьем. Кстати, здесь иногда встречаются такие звуки в кадре, и их нужно убирать. Это делается вот так. Нажимаем на трек, громкость, и громкость в минус. Все, готово. Вот в этом кадре тоже нужно убрать, на всякий случай. И вот в этом тоже. Хотя часто такие вот естественные звуки все-таки должны быть в видео, если оно уместно и дополняет ваш сюжет. Вот я хочу оставить это покачивание головой, что ей нравится, чтобы это было, собственно, в конце. Вот сюда. Я понял, что вот этот кусочек у нас слишком короткий. Соответственно, мы должны его немножечко увеличить. Как и этот кусочек, тоже должны немножечко увеличить. Вот так. Проверяем, что у нас получается. А, и здесь этот кусок тоже я провтыкал. Вот так вот где-то. Проверяем. Поздновато. Отлично. Отлично. И вот этот чуть-чуть буквально нужно подрезать. Чуть-чуть. Готово. Вот до пения я хочу уже обрезать трек в любом случае. Где-то вот так. Трек разделить справа от точки. Готово. И сюда, наверное, мы вставим другой какой-то трек прикольный. Например, вот этот. Оп. Есть. Так, и нам нужно затухание вот этого трека сделать. Немножко отходим влево. Теперь выбираем вот этот вот пункт. Ставим точку здесь. Затем в самый конец крутим. Ставим точку здесь. И вот в последней точке уменьшаем громкость. И видим, как на звуковой волне эта точка как бы уменьшается. Это значит, что плавное затухание громкости. То же самое делаем справа. Ставим точку вот здесь. И чуть-чуть дальше еще в одну. Проверяем, что у нас получится. Ой, я сделал наоборот. А неправильно. Вот это мы поднимаем на 100%. А точку слева в минус. И проверяем. Итак, и здесь мы, собственно говоря, катаем на нужном нам моменте. Вот-вот здесь. Кат обрезать справа от этой точки. И на новую часть, собственно говоря, сцены я хочу перейти к каким-то безобидным кадрам. Там, где нет нас, собственно говоря, людей. Есть какая-то природа. Открываем, собственно говоря, нашу папочку. У меня есть вот такая вот елочная игрушечка. Но она снята в 4К60. Поэтому я запросто могу замедлить. Жмем на управление скоростью. Оп. И замедляем в два раза. Потому что у меня проект должен быть 30к в секунду. Здесь есть 60. Соответственно ставим скорость 0.5. Отлично просто. Итак, мы ищем правильный такт. И вот здесь катаем. Обрез справа от точки. Готово. Давляем следующий кусочек. Вот эти листики. Их тоже сразу замедлим в два раза. Вы уже заметили, да, что я люблю прям замедлять. Так, и смотрим какой-то красивый часть этого кадра. Они немножко стали ярче. Нам не нужен этот переход яркости, автонастроек телефона. Но чтобы они были одинаковый цвет, мы потом это сможем уменьшить экспозицию. И будет красиво. Красиво. Но чтобы все-таки одинаковая была яркость на всем кадре. Начнем вот отсюда. Так, и теперь. Где закончим? Вот, вот здесь. Хочу вот так вот обрезать справа. И теперь вот этот кадр я хочу немножко увеличить на каком-то листике. Так. Нажимаем вот так. Вот так. И зумим. Зумим, собственно, листик какой-то. Ну, как-то вот так. И говорю, что конечный кадр у нас тоже должен быть так. Потому что здесь можно сделать зум, чтобы они были равны. Потому что можно сделать плавное зумирование. Нам здесь оно пока что не нужно. Отлично просто. Так, и следующий кадр у нас уже переходит на другую музыку. Начнем с общего плана. Например, пусть это будет вот такой вот кадр. Смотрим, что у нас здесь вообще происходит. Они бегут. Уже в slow motion. В каком-то таком прям мощном. Давайте отсюда. Обрезать. Так. Обрезать справа от этой точки. Следующий кадр. Вот этот. До того, как они заходят в тень. Точнее, на свет опять выходят. Или наоборот. Здесь прям сильный. Вот до сюда. Точно до сюда. Обрезать справа от точки. И где-то вот такой вот кусочек нам нужен. Посмотрим. Так, здесь был звук, кстати. Мы его уберем. Кстати, как нам сделать, чтобы у нас была разность кадров? Этот более общий. Этот более крупный. Но можем его еще немного укрупнить. Нужно ли это? Сейчас посмотрим. Итак, немножечко крупнее. Равно. Жмем. Смотрим. Отлично. И теперь сюда мы вставляем ноги бегущие. Давайте сделаем вот так. Смотрите. Режем слева. Теперь вот отсюда мы должны отрезать в точке в этой. Дальше найти момент, где появляется Соня. Моя дочка. Режем в точке. И всю вот эту часть там, где между ними, мы должны жутко ускорить. Управление скоростью. Ускоряем, 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 ускоряем. Аж вот так. И мьют аудио, кстати, тоже. Оп. Проверяем, что у нас получается. Обрезаем в точке. Это мы удаляем. И здесь убираем музыку. И в нашем первом кадре тоже убираем музыку. Так, хорошо, неплохо. Что мы еще можем здесь добавить? Вот такую тему. Я немножко обрезал, конечно, здесь. Ну, ладно, допустим. Так, убираем сразу музыку. И режем. Вот справа. Добавляем следующий клипчик. Так, режем справа. Готово. Нам нужно эмоции. Эмоции есть вот в этом кадре. Вот так. 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 И режем справа. Готово. Мультимедиа. Киевское море. И бросочек еще. Пробуем, да? Посмотрим, что получится. Здесь явно кадрирование очень плохое. Поэтому мы должны скадрироваться по-иному. Крупнее. И как-то вот так. Посмотрим. Так, стоп. Это то, что нам не нужно. Как раз наезд. Мы хотим, чтобы начальный кадр совпадал с конечным. Хотя, возможно, конечный кадр. Попробуем, наоборот, отъезжать. Попробуем вот так отъехать. Посмотрим, что будет. Ну-ка, есть смысл в этом? Ну, в принципе, да. Оставим. Хорошо. Итак. Начинаем, как обычно, перебивочку с каких-то общих кадров. Например, вот такого или такого. Длинный будет кадр, если в нем смысл. Сейчас посмотрим. Вот эта сцена. Здесь можно ее, насколько я помню, замедлить. Посмотрим, что получается. В принципе, неплохо. И закончить это именно на этом моменте. Это тоже замедляем. Есть. Смотрим, что получается. Есть. Не, раньше. Ну, вот это хороший кадр. Немножечко раньше. Вот так. Справа режем. И слева. Готово. И поменяем их местами. Отлично. Проверяем. Хорошо. Ну-ка, смотрим. Ну, вот коротенький кадр. Вот такой вот сделаем. И последний кадр. Оставляем вот этот самый-самый. Вот этот. Все, на этом мы и закончим. Сейчас мне нужно найти момент, где они начинают обниматься. Вот где-то здесь. Чик. Обрезать. И аккуратненькое, плавное затухание здесь делаем. Идем в настройки. Видео. Затухание. Одну секунду. Оп. И музыку точно так же отрезать справа. Есть. И нажимаем на трек. Делаем здесь точечку. Уходим на секунду влево. Ставим здесь точечку. Вращаемся в правую точечку. И уменьшаем. Смотрим. В целом ролик смонтирован. Можно просмотреть его заново. Но самое главное нам сейчас... Здесь можно, естественно, очень сильно тончить. Все под каждый биточек делать. Но если вам хочется быстренько просто нарезать планчики с вашего какого-то ивента или прогулки, где вы выбрались погулять со своей семьей или с друзьями, с девушкой, с женой, то вот так вот нарезать вам ничего не стоит. Реально это очень быстро, если вы уже понимаете, как это работает. И вы только-только там были. Потому что, на самом деле, я это снимал достаточно уже давненько. То вы это нарежете очень быстро. Дальше вот эти все переходики, видите, все плюсики. Вы можете, собственно говоря, наставить сюда всяких переходов. Нажимаете вот на плюсик. Делаете дисплей глитч. Оп. И у вас будет вот такой вот красивый переход. Можно сделать, чтобы он был супербыстрый. Например, вот такой. Красиво, да? Сейчас я покажу, как я делаю цветокоррекцию. Ищем какой-то кадр, на котором мы будем все делать. Берем вот этот. Берем цветовый фильтр. Ну, смотрите, даже если, например, мы выберем вот такой вот фильтр, он выглядит очень неприкольно. Если мы добавим его немножечко, вот так вот, немножечко, он добавит нам как раз ту теплоту, которую я хотел. Оп. И попробуем нажать «Применить ко всем». Теперь смотрим любой другой кадрик. Есть ли эффект? Есть эффект. Прекрасно. Теперь, что я хочу в любом профильном кадре сделать? Например, вот здесь. Если мы возьмем этот кадр, мы идем в «Настройку». И здесь появилось много новых пунктов. Но переведены они, честно говоря, немножко странно, потому что, например, световой эффект, что-то такое, я не знаю. Что-то такое подъем, я не знаю. Например, если мы изменим просто в настройках телефона интерфейс на английский, идем в «Adjustment» и видим, что на самом-то деле у нас есть нормальное, понятное мне «Highlights», «Температура», «Vibrance». Например, смотрите, как работает. Просто насыщенность. И теперь, как работает «Vibrance». «Vibrance» аккуратнее работает с оттенками кожи, не перегибает с ними. Поэтому можем, например, добавить «Vibrance» на плюс 20, «Stretch» уменьшить наоборот. Вот, на минус 17. Я хочу немножко добавить контраста. Везде не хватало контраста. А «Highlights» наоборот хочу уменьшить чуть-чуть. Прикольно. Вот так вот, на двоечку. Смотрите, как работает «Brightness». И как работает «Gain». Совершенно по-разному. Как раз вот именно «Gain». Если вы хотите, в общем, уменьшить экспозицию, пользуйтесь именно этим параметром. И в конце у нас есть кнопочка «Apply to all». Оп, есть. Готово. А теперь уже в каждом отдельном клипе нам нужно отдельно поработать с этими слоями, чтобы доработать их до нужного состояния. Например, смотрим на каждый кадр. Вот в этом кадре я бы уменьшил бы общую экспозицию. Идем в наш «Gain» и уменьшаем, собственно, «Gain». Это где-то 10. Контраст чуть больше. Вот так. Здесь слишком темный кадр, наоборот. Вот «Gain». Вот на плюс 2 как раз идеально. Готово. Идем дальше. Это кадр норм. В принципе, этот хороший, но я чуть-чуть добавил бы контраста. Контраст. А вот в этом клипе я бы уменьшил бы общую яркость и тоже добавил бы контраста. Так, общую яркость, «Gain» мы уменьшим. Контраст увеличим. Оп. И может быть даже «Highlights» наоборот поднимем. Следующий кадрик. Переэкспозиция. Мы ее сейчас уберем. Есть. Дальше «Highlights». Убираем. Что у нас там по контрасту? Ну, вот так где-то. В принципе, будет ок. Вот этот кадр пересвеченный. Немножечко. И «Gain» уменьшаем. Контраст увеличиваем. Слишком много «Gain» у нас. Ну, вот так. В меру. Всего должно быть в меру. Нормально. Вот здесь видите, какой неконтрастный кадр получился. Мы сейчас это легко исправим. И немножечко «Highlights» выбились. Вот так. Здесь все отлично. Очень пересвеченный кадр. Сейчас мы это исправим. «Gain». Уменьшаем. «Highlights». Тоже уменьшаем немножечко. «Контраст». Да пусть будет «Контраст». Остается как-то вот так. Есть. Здесь тоже самое. Проверяем. Соседний клип. Хорошо. Хорошо соединяет с этим. Здесь что у нас? Здесь мы тоже должны сделать какие-то «Adjustments». Давайте вот на этом кадре. В принципе, неплохо. Неплохо уже. Может быть, чуть-чуть я бы сделал бы темнее. Вот так. И наш последний кадр. Слишком он теплый. Давайте температуру уменьшим. Хотя бы чуть-чуть. Минус 2. И в конце жмем «Экспорт». Здесь мы можем выбрать, собственно, формат видео, который нам нужен. От 4К до самых низких и любой фреймрейт. Я хочу, например, Full HD. У меня здесь было 30 кадров в секунду. Хочу битрейт максимальный. Вот. И жмем «Экспорт». Субтитры подогнал «Экспорт». Субтитры подогнал «Экспорт». Вот такой у меня получился ролик. Монтировать на смартфоне как минимум прикольно, находясь в удобном кресле, а не за рабочим столом. Плюс есть куча удобных и простых инструментов. Ничего не подтормаживает и не глючит, как в том же Adobe Premiere. Сбрасывайте в комментах ссылки на свои ролики, смонтированные на смартфоне. Очень интересно глянуть. Реально постараюсь все пересмотреть. Ну и не забывайте про лайки. Всем пока. Субтитры подогнал «Экспорт».